Первый вопрос, который поднял глава республики, это строительство дамбы в Улан-Удэ. Ведь последние годы вода в Селенге все чаще поднимается до критической отметки. С учетом истории, последнее крупное наводнение было в 93-м году. Если такое наводнение повторится, то у нас в затопляемой зоне порядка 48 тысяч домов жителей живет. Там порядка 13 тысяч домов, 6 школ, 5 детских садов. Возможный ущерб, если такое наводнение повторится, порядка 319 миллиардов рублей. Раньше вопрос строительства дамбы был в ФЦП охраны озера Байкал, но в 2017 году в связи с отсутствием ПСД исключили. Сейчас мы ПСД подготовили. Помимо этого, Алексей Цыдинов затронул еще две ключевые темы. О экологии Байкала и развитии городского общественного транспорта. В первую очередь, речь идет о нехватке автобусов большой вместимости. Все вопросы важны, безусловно, согласен. Соответствующее поручение, правительство сформулирует, обязательно это сделает. У вас, я посмотрел, инвестиции, в основном капитал за предыдущие полтора-два года существенно выросли. Что намного больше, чем в среднем по стране, 49 лишних процентов рост за предыдущие два года. За счет каких, в основном, проектов это, Алексей Самогович? По словам главы республики, огромную роль в росте показателей сыграли реализации в регионе национальных проектов и инвестиции госкомпаний. Существенный вклад внесли и частные инвесторы. Также обсудили и ликвидацию третьей смены в школах. Нам выделяют средства, мы строим школы. И в следующем году вопрос третьей смены будет ликвидирован полностью. Также по детским садам тоже идет существенная поддержка. Мы за последние три года 24 детских сада суммарно, с учетом этого года, вводим. Это беспрецедентные объемы. К сожалению, не решается вопрос очередей еще, поскольку у нас хорошая демография. Отметили и рост ипотечных кредитов на 30%. По словам Алексея Цыдинова, это связано с поддержкой государства в виде льготных программ и особых условий для жителей Дальнего Востока. С одном Ирнынеев, Валерия Каратуева, Новости дня.